Орвелл Возвращение От этого пошли проблемы Но, тем не менее, вон какая-то сеть уже пошла А тут просто знаем обо всех И я так понимаю, что мы будем изучать Нину Но это нам расскажут Уже... В третьем сейчас дне Вот, вон, да хера Вот просто всего узнали Просто инфы миллион Все обо всех знаю Эпизод третий Нина, я же говорю Герой вернулся, не-не, всё в порядке, серьёзно, ты заслужил это Во всяком случае от меня, потому что ты никогда не будешь публичным человеком Просто представь твоё имя большими буквами на газете TNB Нина это последний член мысли, о котором у нас нет точной информации Ну и с тех пор, как она у нас является той, кто спланировал протест на Сирокомоле И теперь там мы ещё бомбу нашли, она теперь у нас имеет для нас особый интерес Её противостояние закона даёт нам просто ещё одну причину Ну и то, что мы нашли вчера, так что сфокусируйся-ка на ней, но за остальными тоже следи Всё, что мы знаем о Нине, это то, что она у нас дружит с Гаррисоном Одоновым Ненавидит закон Что-то сделала для мысли, теперь мы уже знаем, что Ну и её никнейм Так, хорошо Что у нас есть в Ридере? Угу, какие-нибудь новые заголовочки Детективы предотвратили катастрофу в Сирокомоле Естественно, надо начать кашлять, когда я записываю, ну да Что-то ещё Это мы уже читали Мы это уже читали Камон За последние две недели А, ну он типа Что-то якобы он предсказывал Эти Предсказывал в кавычках эти Нападения Только чтобы просто подтвердить аргумент Угу А тут? Эмм... Вы любите Нашей великой нации Должны Эмм... Встать на его защиту Harryster's up Мы должны самостоятельно встать Ради безопасности Вместе, типа, С... С высокотех... Ээ... Технологичными эммм... Секьюрити Твумать Со... Всякими там, я не знаю, видимо Камерами Он имеет в виду Короче Зовет людей Призывает людей, короче, типа вставать на свою же защиту Хорошо, ну, я не знаю, я добавлю, конечно, в его профиль Почему бы и нет? Он прав, мы не можем спасти всех Но у нас все еще есть Следящий Большой брат, короче, нации, да Типа меня И то, что он там Он, типа, предсказывал просто Странный метод подчеркивать свой аргумент Ну, типа, все равно Это все еще странно, то, что он упомянул взрывы До того, как они произошли, но все же Ну да, это как бы просто Я не знаю, как бы это подозрительно Да, согласен, но это просто Скажем так Ничего такого, короче Так, ну и тут ничего Тут будет постер Ничего интересного нет Так, Лисона От неизвестного человека Мне кажется, что это от Нины Хотя хреново Субъект, смотри Кому отправлял это? Эй, забыл зарядить свой телефон И да, мне пришлось все сделать старомодным путем Я реально хотел поблагодарить тебя За этот милый вечер Не... Я... Мне так весело не было Примерно, ну, никогда Надеялась, что ты... Сисисиси? Это что такое сисиси? Можно мне расцепровку что это? Короче, зайдешь ко мне Так Во, а, ну вот Типа, это, короче, это не Нина И тут вот она говорит Что, типа, эта девчонка постоянно ноет о том, как она ненавидит Билли безопасности, мне кажется, и вини на завод, ну и вот как бы. Так. Почему кто-то вообще будет идти против Билли безопасности? У нас максимально низкий уровень преступности вообще почти что всегда. У нас с тобой работа благодаря Билли, единственная причина не поддерживать это только если у тебя какое-то печальное прошлое, грязное прошлое. Нам нужно все полностью исследовать, для начала нам нужно узнать ее прошлое, кто она, второе, что ее мотивирует, чего она хочет, и наконец-таки, где она была во время этих взрывов. Да-да-да, ой, антре-6 открылся, просто так. В смысле, вот он просто так открылся, типа, он был заархивирован, а сейчас внезапно он передорвел открыл, типа. Так, ну, во-первых, консерт один, это у нас мадам, которая... О, Ютел. О, Ютел, здорово, сможем прослушивать ее. Это просто, ну, это она, как бы, да? Так, это, кстати, она писала. Так. Пыталась напугать... Пыталась напугать посетителей Сиркла Мола на протестах. Ты че, мразь? Она вообще супер, короче, агрессивная. Пугать людей, чтобы привлечь внимание к одному сообщению, серьезно? И это вот мысль этим занимается? Судя по всему. Ну, типа, жестокость не может быть ключом, и мысль не должна вообще за это идти. Слушай, надо добавить Голдфулу. Типа, он против жестокости. Но она пугала, это не то чтобы прям жестокость. Я не знаю, что я не могу, но если я не получаю свои сообщения. Извиняйте за прошлое с Сирком Молом. Мы тогда, типа, не думали здраво. Твою мать, вот смотри, вот, типа, у Харрисона, ну, и у Абрахама, но как бы... А, в конце концов, они показали себя с умной стороны и почувствовали себя, ну, типа, извинились за свои действия. Как всегда. Ну, не знаю. Типа, вот, Абрахам, он норм. Гаррисон, ну, тоже вроде как норм. А вот Нина прям... Вот, тоже, типа, спасибо, что всадил мне нож в спину. Ты мне так нужен был Гарри. Типа, она думала, что он на ее стороне. А он сказал, что, типа, как бы... Ну, типа, вот мы, да. Мы там накосячили. Так, хорошо. О, еще. Давай не будем сегодня... Ага. Давай не будем сегодня ко мне. Не будем оставаться дома у меня, да? Так, а на Ферпика взаима, блин, а... Типа, я... Я с ней закончил, потому что... Я теперь с тобой. Марка. Теперь знаю имя. Так, это получается, что он теперь у нас в отношениях с Маркой. И... С Джулиет Керрингтон больше они не... Эти самые. Хорошо. Это, в принципе, полезно. Джулиет и Гаррисон были вместе? Это, твою мать, большие новости для меня. Ну, наверное, это не особо важно сейчас, особенно. Ну, да. Так, а Нина, ты имеешь в виду... Типа, все, что угодно меня может разозлить. Та самая Нина. Она была моим партнером. Типа, она была... Может, она не нормальная какая-нибудь? Какая-нибудь... Какая-нибудь... Там... Расстройство у нее личности. Опа. Начинается вот эта бесячая... Эй, Силуф. Привет, Нина. Хотела спросить просто, все в порядке? Да, не волнуйся, у нас все хорошо. Спасибо за... Спасибо, что, короче, запарилась, несмотря на то, что это суббота. Да, неважно. Как ты себя чувствуешь? Все еще отвратно. Нина, я не хочу этого говорить, но не надо ничего от меня скрывать, хорошо? Я в порядке. Нет, ты не в порядке. Ты... Я волнуюсь за тебя. Ты выглядишь такой... Грустный. Нечем волноваться. Что-нибудь на любовном фронте? Нет. Что-то можно интересное по вот этому найти. Только идиоты... The single portal thing you recommended to... Короче, она не это самое. А-а-а. Синглор это, видимо, соцсеть какая-то, типа, там, профили есть и так далее. Но и она сейчас, типа, одна. Не представляю, как можно найти Джона вообще среди всего этого дерьма. Я, скорее всего, удалю этот аккаунт. Да, 90% пользователей там идиоты, но просто... Подожди. Кто-нибудь когда-нибудь придет на помощь? Нет, я сама могу себе помочь. Надо идти работать. Спасибо. Еще раз силов. Позвоню тебе позже. Так. Ну, она у нас имеет аккаунт на каком-то портале, который называется... Синглор. Видимо, для... Видимо, какой-то сайт знакомств. Ну, да. И, соответственно, она там пыталась кого-то найти, а сейчас она как бы... М-м-м. Консерт... О-па-па! Вот и Нина наша, смотри-ка. Не факт, что это настоящая, но да ладно. Так, она живет в Бунтоне, в Фарвью Эре. Родилась в октябре 85-го. Ищет мужчину. Ну, как бы... Ну, да. Это, в принципе... Неуэрин Шит поможет. Ну... Не могу просто. Но это же инфа. Вдруг. Короче. Забей. Отличительные признаки. Рост в этот самый... Угу. Рост, вес там. Так, любит. Гулять. Нахер, как... Эти... Скалолазание. Азиатскую пищу. И Битлз. Ну... Окей. Не любит. Костюмы. Большинство фильмов. В ужины при свечах. Ну, в принципе, почему бы и нет. Один раз мы... Что за проблемы с костюмами, а? Типа, один раз, знаете, вот как-то мы нашли информацию, что, типа, мадам не любит выходить на улицу. И потом в итоге нам это помогло. Поэтому лучше такое добавлять. Это все-таки... Все-таки это полежненько. Угу. Your profile. Your opinions. Что ты ищешь в своем потенциальном партнере? Финансовую стабильность. Твою мать. Угу. То есть у тебя проблемы с деньгами, мадам, или что? Ну, типа, да. Кому это не нужно, действительно? Или она, типа, себе пытается найти стабильность? Какие-нибудь причины, по которой она пытается найти? Ну, вот я тоже думаю, типа, вдруг у нее денег нет. Насколько ты заинтересована в политике? Немного. Ну, немного. Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. В конце концов, все это определяется по уровню интереса. А тут она, да, тут она, конечно, quite a bit, мне, главное, нравится. Она такая, ну, чуть-чуть, я так заинтересована. Так, идеологии какие-нибудь. Господи, что ты такое вообще? Ладно. Ничего интересного. Окей. А, нет, слив конверсишна все-таки что-то есть. А, потому что надо перекликивать. Ее... Она дала... Подожди, это фейковое имя. Она фрилансер. Есть сын? Ну, у нее нет сына, типа... Это фейковая инфа? Типа, мать-одиночка? Не похоже, что... Обычно такие, типа, ну, не являются вовлечены в атаки террористов. Ну, вот как бы да. И вот имя Молли Шварц... Ну, блин, я не знаю. Может быть, ее зовут Молли Шварц, на самом деле? Молли Шварц? Она использует фейковое имя? И такое, достаточно интересное. Ну, твою мать. Походу, это ее настоящее имя. Или, короче, либо Нина, либо Молли Шварц ее фейковое имя. Так, она у нас работает... А, она у нас работает... Шварц Молли. Ну, выглядит так же, во всяком случае. Смотри, она может, типа, провести следующее... Может устроить следующие услуги. Чистка. Что-то починить. Граундскиппинг, не знаю, что такое. И обслужить персонал. Ой, это... Ну, пистители, наоборот. Ты смотри, будет работа... Очень много работы. Десять... Десять часов за день. Будет работать ночью. На уикендах, на каникулах. Нихера себе ты, мадам. Восемь долларов в час. Посмотри, как она работает. Посмотри-ка... А, посмотри, мы работаем, типа, тоже на выходных. Ну, это, конечно, отличается. Но когда ты, мать-одиночка, это должно быть сложно. Так, почта. Здрасте. Здрасте. Почта. Другой адрес. Тупо другой. Не, я пока адрес не буду отмечать. Но он у нее другой, очевидно. Так. Прямо когда... Прям... Премьер-министр покидает... Это... Ухо... Уезжает... Эм... Погода... Ухудшается еще сильнее. Так. Работала на разных работах... Эм... На... В течение последней недели. Ну да, типа, видите, тут... Одиннадцатая, двинадцатая, тринадцатая. Угу. Ну просто то, что... Ну, работала на разных работах. С одной стороны, да. Но с другой стороны, нет, наверное. Так, что появилось нового? Лидеры нации. Ну это... Да, это ничего интересного, как обычно. Редко появляется что-то прикольное в этом... В газете в последнее время. Так, ну это, конечно, интересно. Очень интересно. Сейчас мы потом еще посмотрим это дело. Так. Дорогая мисс Матернова, мы найдем ее на коне... Когда-нибудь на сто... А, нет, не на Матернова, все нормально. Просто знаю ее фамилию. Номер пациента, она у нас обследуется, смотри-ка. Сейчас что-нибудь найдем с ее какой-нибудь медицинской картой. Так, седьмое октября она родилась, хорошо. И другой адрес. Тупо другой адрес. Что я должен с этим сделать, не понимаю. У нее проблемы с левой ногой какая-то. У нее рано на левой ноги. О, такая информация может помочь, кстати. Там уже нет какие-то переговоры. Ну-ка. Здорово, пожалуй, Розен Тег. Вы звоните вне рабочих часов, пожалуйста. Эй, Джу Бэк. Ну, не знаю, это ее кличка просто. Джун, так приятно тебя слышать. Да, я тебе тоже, я поэтому и позвонила. Типа, не могут ли, разве это, типа, сестры поговорить? Хватит, пожалуйста, разговаривать. Типа, не могут ли сестры поболтать? Она такая, типа, конечно, откуда ты знала, что я сегодня работаю? А, а когда я не знала? А, ну да, извини, что... Забыл, что ты немножко знаешь меня. Чувствуешь стресс? Босс вызывает проблем? Я могу потом позвонить. О, не, подожди. Нет, подожди. Да, господи. Не-не-не, типа... Засиживаться в офисе, это... Знаешь, хорошая... Хорошая отмазка, чтобы, ну, знаешь, типа, не быть дома. Да, я никогда не понимала, почему ты переехала изначально вообще. Мне пришлось свалить из студентских, не знаю, кампуса, наверное, ты же знаешь. Да, и ты знаешь, что это тупая отмазка. Ты получаешь деньги... Хорошие деньги в Розентек, да? Ты можешь снять любую квартиру в городе. Ты просто не хочешь. Да, ты... Я так понимаю, ты не отстанешь. Нет, извини. У меня было достаточно проблемное начало в этом году. Я... Я не могла быть одна в это время. Теперь мне уже намного лучше. Но мама и папа, они так счастливы. Я вернулась, я... Ты не хочешь их разочаровывать, да? Я не могу сделать это с ними еще раз. А тут-то я подумала, что Жулия, типа, там... Дошла до чего-то, эмансипейшн. Эй, я... Я все... Эмансипейшн. Давайте переведем. Эмансипейшн. Эмансипация. А я не знаю, что это значит. Освобождение. Типа... Ну, короче, типа... Знаете, так... Мысленно, что она, типа, освободилась. Давайте так. Такая, да, все нормально. Нет, не нормально. Ты позволяешь... Эээ... Себя снова... Блин... Ну, типа, позволяешь родителям там себя, короче, типа... Как сложно на русский язык переводить слова, которые нахер проще по-английски сказать. Я не могу. Хасл. Харасмент. Ну, типа, короче, у них... У них серьезные проблемы с родителями, все. Так. Знаешь, когда ты меня так называешь, это очень так... Ностальгически. Да, помнишь, когда я это придумала? Эээ... Да, я так... Мне было так завидно, когда отец называл тебя... Джун Бак. Типа... И у него не было никакого никнейма для меня. Да-да-да. И это... И, типа, не это. Не вали все на отца. Во всяком... Господи, вы будете что-то полезное? Они ничего не будут полезное говорить. Здесь... Seriously, for believing me... We call you... Как же сложно переводить... Вот реально, я... Я просто... Проблема в том, что... Я просто не помню эти слова на русском. Я понимаю, что они значат, но... Типа, твою мать. I will... Уйдешь с работы... Офис пуст... Позвоню тебе... Короче, никнейм Джулет Керрингтон у нас есть... Ну, как никнейм? Ее называют так только сестра. Джу Бак. Что за странный никнейм? Да, твою мать, обычный. Эээ... Так... Сестра. Джун Керрингтон. Работает по субботам. Было тяжелое начало в 2К17. Но учитывая, что она тогда прекратила свои взаимоотношения. Так... Проблемы в отношениях с родителями. Я не... Я так понимаю, это просто происходит, даже когда семьи очень близки. Это да. Так, окей. Мне суперинтересно было, но тем не менее. Так. Ооо. Так, она у нас на... На этом. Короче, типа, ей нельзя ничего делать до конца апреля 2017 года. Но при этом мадам у нас работала на неделе. И я так понимаю, что она все-таки работала, а не сидела... Ой, только не ты. Что она все-таки работала, а не сидела дома. Да? Она работала. Но при этом у нее ограничения... Ну, типа, не ограничения, она вообще ничего не должна делать до апреля там. Она очень много работала. Наверное, это... Ну, для этого и создаются эти аккаунты. Или... Возможно, лимит ее возможностей стригере-возрыва. Гениально. Ну, тут еще остается вот это, но я не знаю... А, нет, вот конфликт. А, типа, где она живет? Блин, ну я не знаю. А, Мисс Шварц нанять. Мисс Шварц... Почта здесь и почта здесь. Я ставлю на вот это, потому что... Тут все-таки ее нанимают и с ней периодически связываются. Отлично, адрес очень поможет. Что-то еще есть? Куда-то не тыкнул. А вот. Во. Это кто? Это она же. Так. А, так это разные посещения. Так. Короче. Пациент сообщает о том, что у нее постоянно недосып, она устает. Устает пять раз за ночь. Но при этом не чувствует себя, типа, супер уставшей. А, она, типа, сообщает о том, что она практически не отдыхает, не может спать, у нее там бессонница, пять раз стоит за ночь, но при этом не чувствует себя, типа, не этот самый, не уставший. Короче, это... это очень близко к паранойе. Если это вообще не одно и то же. Хм, такое... Так, когда был задан вопрос насчет продолжительности этих симптомов... Она сказала, что она это уже, короче, три года, три года чувствует. Что три года? Что тогда случилось? Наверное, там было что-то супер страшное. Гипервиджиланс. Надо перевести это. Гипервиджиланс. А, сверхнастороженность. Ну, это паранойя, да. Типа, у нее этот... Даже не знаю, не сверхнастороженность. Паранойя, короче. Это паранойя. Это просто паранойя. Так, она... Ммм, реагирует агрессивно, когда чувства... Становятся... А, ну, понятно. Короче, когда... Ну, когда у нее какие-то стрессовые ситуации, она очень реагирует на них агрессивно. Это очень многообещающе звучит. Очень важная находка. Интересно, что это вызвало. Вот мне тоже интересно, что это вызвало. Но она у нас мадам, которая... Скорее всего, конечно, тай... Вот мне, кстати, интересно, что такое инсайдер. Я бы там повазил. Она у нас, короче, паранойя, оказывается. Тук-тук. Ты должен спросить, кто там. Не в настроении на эти шутки. На, забей, скажи уже просто. Кто твою мать такой ты? Так теперь ты спросила все-таки. Мое имя... Иниши, господи. Иниши. Посвященный. Принятый. Посвященный. Меня будут звать Посвященный. Я тебя знаю? Я... Я кто-то, кто знает тебя лучше, чем ты сама, дорогуша. Ой, ты же не синглор, я надеюсь. Не мне барабану, как ты достал мой номер. Просто оставь меня в покое. Лол, нет, я здесь не за этим. И это просто заблокировало. Так, ну, хорошо, что-то знаем. У нас есть какой-то посвященный теперь. Опять этот посвященный. Интересно, кто это? Или вообще ее роль в этом во всем. Что ж, давай узнаем. Посвященный был в контакте уже с двумя нашими целями. И этого должно быть достаточно. И вот так вот спокойно можешь исследовать этого хакера. Но все-таки сфокусируйся на мисс Матерную сейчас. Отлично, отлично. Так, так, так. Он опять пишет ей. Это челик, который взломал еще Гаррисона. О, нет, нет, нет. Ты не можешь просто так заблокировать посвященного, дорогая. Твою мать, отстань нахер от меня. Ты должна послушать меня. Просто секундочку, серьезно. И я пойду. Серьезно. Мне по барабану что ты скажешь. Знаешь, я знаю насчет твоей маленькой банды людей, которые проблемы создают. И меня это немножко раздражает. Правительству нужно немножечко дать пинка, пока солнце не светит. И я не против, дорогуша. Но взрывать людей это не очень-то и хорошо. Ты дерьмо. Херня какая-то. Как ты можешь думать, что ты один из нас? Давай просто скажем, что я следил за тобой какое-то время. Взрывы Бонтона подрываю... Типа, бомбы Бонтона подрываются там, где у некоторых из вас было прошлое. Ну а теперь ты ничего как будто бы об этом не слышала. Даже копы нашли что-то. Они знали, где искать следующую бомбу. Так что дай-ка мне причину, ну знаешь, чтобы... Короче, я хочу тебе помочь. Но не сдавать тебя. Как ты смеешь мне угрожать? У тебя ничего нет. Я просто сказал, что я хочу помочь, а не угрожать тебе. Я покажу тебе, что мне... Я докажу тебе, что мне можно доверять. Я взломаю эту страничку вот этой партии и кое-что туда загружу. Это будет легко, потому что они там... У них там нет абсолютно никакой защиты. Но тогда ты отметишь на мои вопросы, окей? Мне похер, короче, на все это. Подожди, подожди, подожди. Дай мне секунду, я все заставлю работать. Не уходи. Если бы я смогла уйти от тебя, я бы это уже сделала. Не могу теперь выключить телефон. Слушай, вот это вот у вас тут фаервол. Интересненькие, ребятки. Было бы неловко, если бы кто-то его взломал, да? Ты можешь уже заткнуться? Делая это, я расслабляюсь и... Ну, мне же нужно как-то себя отвлечь. Так что заткнись. Практически закончилось. Секундочка осталась. Готово. Дилакроикс. Ладно, не важно. Подожди, мне нужно посмотреть на это. Ха, твою мать, это очень круто. Теперь мы можем поговорить? Если ты сделаешь это быстро и перестанешь появляться в моей жизни, ты сказала, что ты никогда не была причастна к этим взрывам. Я и не была. Хорошо, хорошо. Подумай, кто тогда еще это мог быть в мысли. Банда отбросов? Наверное, никогда, наверное. Гаррисон единственный чувак, который мог подумать, сделать такое. У Гаррисона был интерес в Кассандре, потому что он мог получить большие деньги с помощью компании родителей. В любом случае, она просто испорченная дурочка, которая думает, что в этом мире все ей должны. Джулиет была очень скромная, но, твою мать, она очень хороша в организовании такой херни. Но она не способна быть таким террористом, спросишь меня, если... Знаешь, что я думаю? Это... Это само правительство стоит за этими взрывами. Хм... Я думал об этом. Ты знаешь, что в 2011-м все... У всех... Ну, короче, девайсов есть какие-то коды. Они выглядят примерно вот так. И это даже вообще небезопасно. Такое ощущение, что это код, который у меня на PC написан. Да, потому что это так оно и есть. Что... Не волнуйся, я добрался до этого дистанционно, не более. Ты заслуживаешь все-таки небольшой личной жизни. Ну, твою мать, правосил! Твою мать! Давайте подумаем, посидим, как можно перевести privacy. Угу, действительно, это же... Это же ни разу не... Твою мать! Короче, вот когда ты сидишь один, и вот тебе ничего не... Я реально, я сейчас буду переводить privacy, потому что я забыл... Я не знаю, я не помню, как это по-русски просто. Конфиденциальность. Твою мать, уединение. Вот, да, конфиденциальность. Сраная конфиденциальность. Я не помню просто... Я знаю, что это, но я не помню, как это по-русски. Эм... Ну, после того, как ты взломал там сайт, я поверю тебе сейчас. Ты можешь использовать свои способности, чтобы узнать, как там в Прейдлисе все это работает, что они задумали? Конечно, мое слово очень дорого. Я доберусь до корней всего этого. Ты просто делай, что делаешь, и ничего не рассказывай никому, хорошо? Надо идти. Хорошо, дорогуша, увидимся. Хватит назвать меня дорогуша. Так, очень много всего тут было, я ничего не добавлял, потому что надо будет думать здесь. Так, во-первых, наш этот просвещенный у нас против правительства все-таки. Это, во-первых. Во-вторых, он взломал сайт. Причем не просто какой-то сайт, а сайт партии. Ты с ума сошел? Ты... А, типа... Ты просто подождал, типа не добавлял эту информацию, чтобы просто передать ее, когда она уже бесполезна? Ты хотел посмотреть, что произойдет, не так ли? Что ж, я, конечно, не буду никому ничего говорить, но если кто-нибудь узнает, удача с объяснениями... Ну, извините. Я не знал, что вы можете так быстро вещи решать. Так, ремонтный менеджендоинг. Типа, тут якобы она Гаррисона подозревает в увлечении во взрывы. Так, ну вот это стоит добавить. Что якобы он пытался добраться до денег в Watergate Pharmaceutical. Это должно объяснить проблемы с Watergate, ну да. Так, ну, типа, Джульетта хорошо организовывает вещи. Организовывает что угодно, хотя, ну, не знаю, у нас не было примеров. Так, и Нина подозревает, что, типа, правительство само себя пытается там как-то это... А, а что за... Тут это шутка. Конечно, правительство будет взрывать его нахер Бонтон, чтобы, твою мать, добраться до правосудия, наверное, да? Я это уже миллион раз слышал, каждый раз, когда это происходит. И в этих конспирационных теориях вообще ничего за ними, короче, не стоит. Так, это, кстати говоря, код Нины, ее ноутбука. Можем добраться до ее ноутбука. О, это неплохо, ты нашел код устройства. У каждого устройства в нации такое есть, ну, опять-таки, слайс на бельбезопасности. Мы используем... О, мы можем использовать вот этот инструмент Insider, чтобы подключиться и узнать, что есть на этом устройстве. Имею в виду, что устройство должно быть подключено, и у него должно быть онлайн-подключение, чтобы я смог до него добраться. Отлично, это новая фича, которую мы сможем использовать. Круто. Так, ну и не знаю. Его подозревают, инвулмент. Он единственный, кого... Ну, короче, его подозревают, все, его подозревают. Просто он... Его подозревают. Изначально хакер подозревает его, теперь... Сначала хакер его подозревает, теперь она. Чего они знают, чего мы не знаем? Ну, даже не знают. Так, хорошо, с чатом разобрались. А что я... Там линия Гаррисона, чё-то новенькая появилась? Удаленные посты, удаленные посты и всё. Типа, новенькая, да, но... Так, окей. А, тут же взлом, что он добавил-то? А, нормально. А, делокроя, кстати, фамилия была. Булщит бингу. Нормального придумали, ребята. Инсайдер. Так, рабочий стол. Компанины. Твою мать. Ээээ... Что у тебя в трэше? О, нормально, потом читаем. Так, система. Браузер. Опа. Искала CCTV из Теллигана. О! Она искала информацию по университету Стеллиганов во вторник. Который потом... Слушай, она случайно подорвался. Эээ... Это достаточно странная вещь, которую ты бы... Типа, искал, когда у тебя нет конкретных намерений учиться и тому подобное. Это объединяет Нину с нападением на Стеллигана. Если мы сможем объединить, соединить матерного с двумя оставшимися местами, тогда мы сможем закрыть дело, наверное. Ну, да. Ну, типа, прикол в том, что она ведь... Она ведь... Так, хорошо, что нас правите. Извинения и предложения. Ага. О, Абрахаму пишет. Так. Мы знаем почту Абрахама, сможем прочитывать. Очень много, очень много вкладок теперь уже. Эээ... Так, она в контакте с... Ээээ... Абрахамом. И... А, это Абрахам ей написал. Он предложил ей каким-то образом помочь другу-другу, но не уточняет, каким образом. Угу. Помочь друг другу с чем? Ну, вот, хороший вопрос. С чем, действительно. Так. Картиночка. Ага. Не читать. Ага. А, она в отношении с Дезманом Шварцем. Ты посмотри, какая ты у нас, твою мать, оказывается, не сингл все-таки. То есть, она все-таки кого-то нашла себе. Шварц. Прямо как ее... Вот это вот фейковое имя, я так понимаю, да? Может, она все-таки не одинока? Как у нее там было? Да, Молли Шварц. Типа прямо как ее это... Второе имя. Хорошо. Какой-то протокол. Любят ли... О, типа, дети центр моей жизни. Ничего удивительного для матери-одиночки. Все, что мы нашли на Мисс Матюрного, просто доказывает, что она, типа, мать-одиночка. Которая пытается... Make ends meet for her son. Которая пытается свести концы с концами ради ее сына. И это, наверное, ее главная мотивация. И этим можно восхищаться. И это вообще никак не... Не складывается с действиями террористическими. Это да. Что еще у нас есть? Склад. Нихера себе. Ветеран она у нас. Где она? Кто она? Мисс Матюрного. Бывший солдат? Это стоит получше... Пошариться в этом. Нам нужно... Нам нужно теперь... Больше узнать вообще, какой конкретно у нее есть опыт. Честно, вдруг она такая... Ну, я была сапером. Взрывала людей. Хотя саперы не взрывают людей. Но это... Не важно. Так. Работа. Опа. Так, так, так. Забери меня... Смотри, забери-ка меня с... Точнее, не забери меня, а типа... Попросила работать на Freedom Plaza в день взрыва. Здорово. Она попросила, чтобы ее работа находилась, блин, на месте одном из локаций взрывов. Что ж, это единственная просьба, но она соединяет ее с местом взрыва. И теперь она уже связана с двумя местами взрывов. Нам нужно очень хорошо пошариться, чтобы узнать, не связана ли она с третьим. Да-да-да, твою мать. Так, мой номер. Ммм, здорово. Ну, правда, мы и так их прослушивали, поэтому, в принципе... Не знаю, что это суперполезно. Хаускипер. Отлично. Отлично, я бы сказал. Класс. Так. Так, а теперь насчет армии. Во-первых, новая картиночка. Так, она у нас инженер. На, ей подходит. Она у нас ветеран. Первый. Боевой инженер. Боевой инженер она, бывший. Есть медаль за отвагу. Мисс Матерного, похоже, была очень... Ну, человеком чести. Ну, да. Так и так. Опа. Дезонор Дешевшим Милитарис Сервис. Твою мать. Она была... Не отозвана, но, короче, типа, что-то она... Что-то она такое сделала. Разжалована она была, вот. Разжалована в 2011-м. For being AWOL. Я не знаю, что такое AWOL. Я в сленге так себе шарю. Но, короче, ее разжаловали. Это серьезное наказание. Ты знаешь, что она ставит ее на то же уровень, как и в других, как и в других, как и в других, как и в других. Что-то еще есть? Новости. Миссия Керберос. И у нее было задание, типа, очищать мины. Очищать мины, ну вы поняли. Вот здесь вот. В миссии называлась, получается, которая... Которая Peacekeeping. Да, Peacekeeping. Миротворческая миссия. Убирать мины. И вот здесь она еще работала. И просто поддерживала инфраструктуру. Ну, там была миссия по этому, по... Медикаменты, в общем-то, возили. Судя по всему. Так, хорошо. Меня интересует еще вот мемориал сейчас. Нет, и там кого... Опа, вот. Дезмон Шварц. Он был убит. Вот я это и пытался найти. Он был убит в 2000... Это... Серьезно. В 2011-м... Армейские миссии были санкционированы текущим правительством. И как бы я ненавидел это говорить, это... Дает ей мотивацию ненавидеть... И причину ненавидеть правительство. Давай больше узнаем. В 2011-м, да, он умер. Его убили на миссии. Каеф. Просто каеф. Так, конфликт это с чем в итоге? Типа, во время миссии вот здесь она как бы минами занималась, да? А вот тут написано, что... Типа, что? Так это разные миссии в разное время были, нет? Ну, я думаю, что все-таки давайте про мины мы доложим, потому что как бы взрывы все-таки. А значит, она знает, как работает взрывчатка. Ты думаешь о том же, о чем и я, знания о взрывчатках? Мы знаем очень многое о прошлом мисс Матернове. Да-да-да-да-да. Очень многое мы знаем. Так, а тут-то что? Peacekeeping Mission. Вот, кстати, та-та-та самая Peacekeeping Mission, между прочим. Почему вот опять, да, ничего не появилось? Билли... Короче, из-за Билли безопасности, о котором тут только говорится, она не может найти работу нормальную, потому что ее тогда вот как раз-таки разжаловали, а сейчас у нее еще какие-то проблемы, она типа опасна. Это должно быть очень ужасно для ней, особенно учитывая, что она пытается позаботиться о своем сыне. И это, плюс еще то, что у нее есть причина ненавидеть правительство, и там Дезмонд умер на миссии. Да-да-да. Изначально я думал, что единственная вещь, которая действительно важна для мисс Матерного, ты ее ребенок, но... Теперь мы посмотрели с другой стороны, и мы не можем игнорировать возможность, что она захотела просто мести. Не можем, безусловно, вообще не можем. Так, что у нас здесь? Звонок Силф. Да. Эй, привет, Нина Силф. Как дела? Чувствуешь себя лучше? Да, кое-как. Наконец-таки... Наконец-таки просто после... Короче, была в кровати и валялась на протяжении недели, все. Ну, отлично. Я все еще могу взять Майкла и, ну, знаешь, подумать, что ты захочешь. Эм... Не, спасибо. Я сама его заберу в час или... Да хватит! Я могу забрать через час или что-то около того, да? С ним все будет в порядке. Эм... Я заберу Майкла, мы знаем, где она будет через час. Это очень важно, потому что, если за этот час мы сейчас что-нибудь узнаем... Да, это позже может очень важно... Да, очень важно быть. Да, да, да. Так, иномплор, джест рейтет, ее... Я не могу информировать о вашем рейтинге. Мистер Дугов, грандский бессервис, я оставлю для вас. Мисс Шварц... Сделала... Хорошую работу в Сёркл Молле. Она работала там в день взрыва. И она не была в кровати на протяжении недели. А знаете, что это делает? Это объединяет её с третьим местом взрыва. Она работала, да, на месте взрыва. И прямо в это время. Теперь мы знаем, как соединить Мисс Матёрного с каждым местом взрыва. Мы знаем, где она будет находиться сейчас. И вещи не очень хорошо к ней повернулись. Вот и всё. Ты нашёл всё, что нам нужно было знать. Посмотрим. Её знание о взрывчатках должно было помочь ей построить эти бомбы. Есть улики, доказывающие, что она имеет очень серьёзную... Что она не любит и ненавидит обиль безопасности. Это очень плохо к ней сейчас повернётся. И, наконец-таки, мы можем объединить, соединить её с каждым местом взрыва. И доказать, что она была на каждом из них прямо в нужное время. Похоже, мы нашли нашего главного подозреваемого. И этого достаточно для ареста. Отличная работа. Мне понадобится кое-какое время, чтобы поговорить с начальством. Я скоро к тебе вернусь. Продолжая следить за действиями самотёрного. Какие вопросы? Твою мать. Отключилась. С просвёщённым опять смотри. Эй, ты тут? Ради тебя всегда. Отлично, я только пришла домой. Оставила ПК утром работающим. Попыталась просто посидеть в интернете, а он, короче, вырубился. И моё приложение безопасности только что, типа, показало, что, типа, там миллион попыток внедрения. Ой, это был не я. Именно я тебе поэтому и написал, а ты обещал помочь. И я помогу. Я не трогал эту систему. Только что я это сделал. Подожди, подожди, что? Пвп? Типа, что ты сделал это незамедлительно. А, типа, вык... А, окей, я тебе помогу. Не трогай ничего, систему. Выключи, типа, выключи всё. Она такая, только что это сделала. Хорошая девочка. А теперь тебе не понравится то, что я думаю. Я думаю, что копы за тобой следят. Что? Да, ненавижу это говорить. Я сговор... Как же ты figure out the whole thing? Так. I need to go out before cops are here. Почему... Почему её девайс отключить? Типа, почему она отключила ПК? Расскажи, что происходит. Почему её компьютер, типа, тоже отключился? Я ничего не могу сделать. Не нравится мне это говорить, но мне кажется, что копы узнали, что ты, типа, работала там в моле, и теперь они идут за тобой. Я ничего особо не знаю, но они тут пытают... Тестят новую программу, которая вообще всё может. И, возможно, именно это и происходит. Происходило с твоим ПК. О, твою мать, да пошёл он нахер. Мне надо валить, пока копы сюда не приехали. Извини. Что бы ты ни делала, будь безумно аккуратна, о чём говоришь. А, твою мать, это скотина пытается что-то взломать, что ли? Серьёзно? Класс. Что мне делать? А у меня ничего не тыкается. Ну и что, мне долго ждать? Я даже дочитать не могу сейчас там. Типа, тут копы просто тестят новую, блин, систему, которая помогает находить всё. Вот, да. Ничего не работает. Ладно, подождём. Вдруг что появится? Просто что, я не знаю, ничего не происходит. Я как бы, ничего не протыкивается, скажем так, да, и... Всё, вот это вот. Я не знаю, может быть это гейм овер, но как бы... Совершенно closed. Я просто, типа, не escape не работает, не вот эта кнопочка, которая вообще меню открывает игры. Не знаю, что это сейчас было, но, короче, я не знаю, может быть там он сказал, что, типа, сейчас я попробую что-то сделать, типа, их хакнуть там, да, каким-то методом. А, и мне надо было это куда-нибудь там закинуть, типа, чтобы это предотвратили. Просто ничего не происходило, как бы, я поэтому и ничего не понял. Довольно-таки странно. Она, она что? Мы не, мы... А, то есть это просто баг, и ничего не происходило. А, или я, типа, надо было бы в игру перезайти, твою мать, для того, чтобы это сработало, серьёзно? Мы не можем позволить нашему главному подозреваемому сбежать. Я сообщу группе захвата немедленно, мы начнём перекрывать дороги. Я всё им сообщу, что им стоит действовать агрессивно. Как ты узнал, она... Ну, из того, что ты узнала, типа, она может реагировать жестоко. С тех пор, как её устройства выключены, нам нужно начать с её дома. Благодаря тебе мы уже знаем её адрес. Пройди по всем коммуникациям, возможно, она что-нибудь оставила, какие-нибудь подсказки по местам, куда она может пойти, когда она не дома. Сообщай мне о чём-то важном сразу же. Я сообщу команде захвата моментально. Всё, теперь в твоих руках, удачи и будь настороже. В смысле, твою мать, подожди? Нина, Нина звонит, Джулиет. Добро пожаловать, Розен, так, вы... О, привет, Джулиет, это... Отлично, как хорошо, что ты работаешь. Я позвонил тебе на мобилу, потому что... Ну, короче, типа, не могла найти тебя. Типа, можем поговорить? Нина, я тут одна на работе, всё в порядке. Слушай, у меня не так много времени, там за мной псих, короче, гонится. Он за мной днями уже, неделями следит за мной. Что? Какой псих? Не могу сейчас объяснить, поможешь мне, конечно, но сейчас... Как? У тебя есть какое-то безопасное место, где мой сын, и мы сможем, типа, залечь на одно на какое-то время? Даже не знаю, да ладно тебе, Джулиет, надо что-то придумать, пожалуйста. Хорошо? Хорошо. Я думаю, я знаю место, оно в центре ничего. Это дом... Да, неважно, не говори, нет, они могут прослушивать. Что? Почему? Там чувак-хакер, который добрался до меня, он узнал, что, возможно, кто-то украдёт мою информацию и прослушивает мои звонки. Ты издеваешься? Ты имеешь в виду, что они могут прослушать прямо сейчас? Просто не делай ничего, что выдаст моё местоположение. Хорошо? Лучше, чтобы всё было безопаснее, чем... Ладно, извини. Просто помоги мне выбраться отсюда. Господи, Нина, это немного поздно уже. Теперь он знает, где я работаю. Ладно, хорошо, давай вывезем тебя оттуда. Спасибо. Продай мне секунду, я просто соберу некоторые вещи, я возьму свою пушку. Она вооружена, я этого не ожидал. Я скажу команде, чтобы они приготовились к ответу и стреляли при необходимости. О-о-о, подожди, ты хочешь, чтобы тебя убили? Если кто-нибудь прослушивает это, то они должны быть тоже вооружены, опасны. Да, если я не возьму никакую защиту, то я тоже буду мёртва. Ладно, я уже всё собрала. Никакого признака нет. Я сваливаю отсюда, пока удача на моей стороне. Ладно, хорошо, я снаружи никого подозрительного не вижу. Ты серьёзно, ты уверена, что кто-то идёт? Мне было достаточно, было достаточно дерьма, чтобы предположить, что кто-то собирается уничтожить мой день. Окей, хорошо, хорошо, давай тогда выведем тебя из города. Жюль, подожди, мне нужно сделать кое-что важное. Я должна забрать своего сына, не могу его оставить здесь. Где он? О, нет, подожди, не говори, не говори. Хорошо, мы уже знаем, где он находится, команда будет там. Фу. Слава богу, слава богу, тут идёт дождь, я не вижу и метра перед собой, могу успокоить, могу очень удачно уйти. Я не буду долго, я уже двигаюсь, уже иду. Будь аккуратна, я останусь здесь, на работе, и подумаю, как тебя вывести. Спасибо. Нина, кто этот чувак, который прослушивает твои звонки, серьёзно, ты можешь сказать, что мне всё в порядке? Слушай, возможно, я немного облажалась, я имею в виду... Смотри, тебе не нужно серьёзно знать, кто идёт за мной, в этом нет никакой причины. Ты не делаешь ничего нелегального, помогая мне, и я... И я хочу, чтобы ты была в безопасности. Всё в порядке, Нина, я уже почти тут. Так, окей, я здесь. Я положил свой телефон на... Твою мать, что это? Это чувак, он прям перед моим домом. Как он узнал, куда я иду? Мы ничего ему не говорили. Ну, точнее, мы ничего ни о чём не говорили. Ох, твою мать, ох, твою мать, Нина, твою мать, твою мать. Нина, что? Забудь про него. Ни за что, оставь его, с ним всё будет в порядке. Никогда я не оставлю его. Я вхожу. Не делай этого, пожалуйста, это не закончится хорошо. Это стоит того. Нина, какого хера ты творишь? Не уйду без драки, вот и всё. Нина, нет. Ты не получишь... Нина? Нина. Я потерял связь с офицерами на... С офицерами на месте. Что за... Мне, ну, надо вернуть заединение сейчас же. Наконец-то. Похоже, что мы... Мы преуспели, а вот наша цель... Она не выжила. Там была перестрелка, и после первых выстрелов команда ответила огнём, и я сказал им действовать агрессивно, я думал это правильно, правильный путь. Я не знал, что так произойдёт. Я не хотел, чтобы так произошло. Ну, а какой ещё был выход? Кто тут пишет в самое непредходящее время? Я просто хочу закончить уже этот отвратительный день. Ты можешь проверить, пожалуйста, почту? Такой, Нина, мне правда жаль, что привлёк внимание расследователям к тебе, но, к счастью... Твою мать, бомбы были... Бомбы были, типа, предупреждением для тех, кому небезразлично. Абрахам Голдфилд смотивировал Нину Матёрнову совершить террористическое нападение. И он является её соучастником. Ну, нет, она сделала всё равно. О, мой бог. Не могу поверить, что ты это нашёл. Ты можешь... Они... Они всё это вместе отрабатывали, но почему? Я всё ещё не понимаю. Это всё меняет. Мы должны найти Абрахаму Голдфилдса сейчас же. Завтра, точнее. Но для этого сначала нужно немного отдохнуть. Был тот ещё денёк. Можешь отключаться. Типа, я не хотел никого убивать. Я добавлю это к нему. Ты серьёзно в это веришь после того, что мы увидели? Нет, но я это добавил. Капец. То есть всё это время... Ну, типа, короче, в чём логика? Он, Абрахам Голдфилдс, смотивировал Нину всё это сделать. Ну, типа... Охренеть. Предупреждение. Это было всего лишь предупреждение. Классное предупреждение. Но, тем не менее, это пройденный ещё один эпизод. Нам осталось два, и потом мы сможем приступить ко второй части, которая, ну, у меня пока что всё ещё не вышла. Ну, а мы с вами на этом пока что закончим. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, применюйтесь и подпишитесь. А мы увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok